Таня, шановные коллеги, я Томачевый пресс-ференция, волновый тренер Динамы Кейфа, Александра Владимировича Шуковского. Розпочинаем этот раз. Один разу запитаем, пожалуйста. Кого перша? Микола Носиняев. Принято, а что мне не случилось для того, чтобы все это все не понимали? Забитый из голев? Наступное запитание, пожалуйста. Так. А на что у нас, пожалуйста, скажите? Другой тайм суттєво издавался от первого, с точки зрения креатива, попадал из целого мови. На вашу думку, вгадал ли ставлен став? Я не знаю, вгадал чи не вгадал. Результата, на жаль, нет. Поэтому можно сказать, что не вгадал. Был бы результат, не было бы того пенальти, чи поставили бы штрафнину Бояльского. В общем, была бы больше игра. Да, я не могу сказать. Но мы понимали, что Шахтар – хорошая команда. И команда, которая играет в атакувальному футболу. И нам нужно готовиться не только играть вперед, а и вибудовывать свою оборону. Прикро прогровать именно такие матчи, где я решусь, раз в облаке пенальти, я бы не видел руку, то воно сумнівное. Тем более, что там было бы несколько таких моментов, это было бы таки же ховно-бояльскому, я вважаю, что было бы. Но мы имеем то, что мы имеем. И, на жаль, мы не предупреждали очень много игроков в первой части, чем для нас. Поэтому, я так. Следующее вопрос, пожалуйста. Да, Борозко. У нас, вы знаете, давайте так, или говорим, любая победа, это не конец. Любая победа, это не финальный успех. Нужно иметь возможность продолжать играть, чтобы не произошло. Мы народжуемся с, ну, если можно так сказать, с желанием перемазания. Завжди. Мы отшлифуем каждый день, работаем в тренировочном процессе нашу волю, характер. А уже сама победа, это уже справа честя, я бы сказал. Это не я сказал, это слова у Интерна Черчиня. Что могу сказать? Я не знаю, что вам на увазе Дарьо, когда перед игрою сказать, держимся. Может, это он на увазе что-то относится к твоих слов. Можливо. Все. Не знаю. Анатолий Сенкёв, пожалуйста, микрофон. почему там вам зараз идут. Враховуючи те факту, Шахтар, серьезно поцелився взимку и заголовник глобальнейшей, и больше качественной плавой, как на Миконе. Динамо на дистанции в этом конкретном матче не наблюдало слабшим за Шахтар, не было подчасно юридически в Калазе, между парцями, и так далее. 12 миллионов, и меньше миллионов. Это было максимально близко и, наверное, кинцами бороться за чемпионство. Что нужно сделать за лето, чтобы уже не просто бороться, а прямо в лечении чемпионов? Думаю, что нужно трошки. Что это трошки? Спасибо. Это же не итоговая пресс-конференция. Это пресс-конференция, особенно матч, который еще не закончился. Висновки мы будем безусловно делать уже позже, но нам еще нужно разиграть два матча. и мы готовимся до каждого времени. Мы готовимся, мы напрацьовываем моменты, у нас есть план, стратегия. Что нужно? Багато вещей, про которые можно говорить, много вещей, про которые сложно говорить. Завтра будет подготовка, после закончения сезона будет подготовка национальной команды, есть Олег-Антинская команда, Ю-19, Ю-21, и очень много гравцов, команда «Динамо Киев», будут подготовиться до разных сборных. Поэтому нужно понимать, как мы будем подготовиться до следующего сезона, потому что пока еще много вопросов. есть турнир, который организовывают, но этот турнир, он достаточно интересный, он международный для гравцов, которые могут быть представлены для Олимпийской сборной. Но если посмотреть на Росла, то мы видим, что сразу после закончения чемпионата есть определенная количество гравцов, близко 7, и расширенный список, которых, возможно, могут запросить на этот турнир. То есть после закончения чемпионата ребята идут сразу на турнир играть. Турнир закончится 18-го числа, а команда может собираться где-то в 20-х числах. То есть без паузы, без отдыха, без восстановления, им нужно начать работать. Как их готовить в этом плане, я пока еще не знаю. Но, возможно, есть сенс никуда не отпускать, чтобы они добре учились, чтобы они начали нормально работать с командой, чтобы они нормально подготовились и были готовы к Олимпиаде, играть, когда она будет начаться. Я не знаю пока, что это мои думки на сегодняшний день. На сегодняшний день. Вы знаете, что изменена Еврокубка трешки, там, игры мают быть еще в сичне, в грудне. Поэтому пока что логистика не понимает. Но мы в голове держимаем разных вещей. Как бы нам идти дальше, пока не можем сказать. Шанова Николаеву, всем дякуем. Всего доброго. Гарного, тихо, спокойного вечера. Слава Україні! Здорово. Слава. Спасибо. Спасибо. Поехали. Спасибо. Продолжение следует...